добрый день вы истину воскресе у вас получилось два скайпа что ли да я даже не знаю почему 2 проверьте проверьте потому что я вижу я сейчас вам позвонила сначала на скайп где вы выглядите выглядите как сейчас то есть новые фото свежие и вы туда не откликнулись а вот это где старые фото где вы в шапке зимний вот вы сейчас открылись даже не знаю никогда у меня не было 2 2 вот я не знаю спросите у ваших помощников модераторов потому что я решила что вы так сказать освежили что-то свой skype освежили не давно вам послала одно видео на тот skype и вы значит его не прочли где я послала вам беседу этот самый наш клоун веселый джастас он очень шустрый малый он в москву уже смотался и там повстречался не с кем-нибудь а с этим с отцом смирновым знакомы вам это человек да я щели я уже смотрел не один раз он сидит и хохочет он не просто хохочет у него кто-то рот развивает и оттуда голос это это неестественно стоит и га-га-га вот так вот я давно это видео уже нет это недавно я была беседа но она недавно я я смотрел слушал он зачем приехал непонятно чем там возьмет а это все политика вот я почему вам исканно писала на тот на другой skype я вам написал бы игнатий тихонович очень интересует ваше мнение потому что вы блестящий аналитик это беседа не просто ха-ха-ха это политика церковная потому что они оба друг друга стоят своим лукавством и смирнов ведь тоже этот отец минус тоже еще тот лукавый так что посмотрите по внимательно не про не обращайте это его маска ха-ха-ха а вот за этим о чем они говорят и какой у них у смирнова там проглядывается благосклонное отношение к экуменизму вот это вот на это обратите внимание сделайте свой анализ это важно и тем более то что эта политика потому что оба смирнов очень популярен со своим взглядом очень либеральным взглядом очень и сейчас это самый частность к нему подмазывается друзья это не просто так это сложная церковная игра вы не должны пропустить это мимо игнатий тихонов я даже даже я посмотрю еще здесь я как я еще могу сделать для себя я знаю как это так вы как раз и вот выйдете так на публику и прокомментируете вас смотрят тысячи и тысячи вот что очень важно у меня они навязывают свою позицию совсем далекую от вашей поэтому вы должны должны прокомментировать все буквально каждую фразу дать анализ каждой фразе то есть не каждый но там есть несколько важных опасных сегодня моментов насчет либеральности и благосклонности к западу и к ватикану как минимум это известно не такими были всегда тут вот вы так они же ну как я я видите как не соглашаюсь с вами совершенно это недавнее видео то есть они работают порознь каждый работал а сейчас уже спелись вдвоем они работают а вы не хотите поработать так сказать нет без работы никакой нету просто это вызовет трату времени и они ополчаться на меня их вот я только заблокировал которыми я больше семи тысяч человек мне это совершенно не надо туда лезть это они никакие либо когда-то смирнова писал послал материала войне там материал такой любого а он никаких ответили мы в этом не нуждаемся и он внешне потому что вы идете разными путями абсолютно разными то есть не только разными а противоположными плюс и минус он же очень популярен у кого у кого он популярен то его судить надо он выступает к его там пришли разговаривают ему а вот у нас тут такие-то баптисты открыто в интернете и он говорит о чем вы сидите то выберите кирпичи и бейте ему окна его никто не трогать за это любого арестует за это это экстремизм я поняла его позицию но тем не менее он постоянно на экранах постоянно нет сестра я тут не буду никогда вести к нему нельзя никак это куча псов куда я бы залез да зачем мне это надо они так меня со всех сторон трясут рвут на счастье мне они занимаются киево-печерская лавра книги отослали несколько епархий занимается книгами сензорские отделы а я бы туда полез чужой у меня он ничего не даст у меня времени нет я сегодня встал допустим два часа ночи и все уже я узел успеваю про пройти всю почту ответить людям а это мне ничего не даст кроме того что я свожу собак на себя еще в чужую ссору да нет при том это бесполезно они бессовестные неверующие совсем это церковная политика да мне она не нужна политика у меня сильнее я беру слава божия и они как мошкара давятся где я отвечаю ничего не могут сказать они могут только лгать а где ложь там дьявол они меня не могут взять никак 15 лет они меня преследуют 15 лет и ничего не могут сказать нигде меня не вызвали одна студия благовест собирается из америки там пришел из баптистов они кривляются меня поносят все и только издеваются а ничего нету и поэтому я только улыбаюсь и благодарю бога я им не дал повода никакого это говорить они никакие их ненавидят у нас сейчас тут канал один появился он называется рулетка чат рулетка ой но вот я об этом тоже это все следующая тема будет сейчас вы их каждый день теперь мы заходим говорят они там которые люди дам что вы зашли да тут такое мы все это видим и вот такие приготовили места где это не поприще огромное это сергей который умер у нас так он два раза успел зайти я помолился господи его талант дай мне он заходил то я зашел и все открылась и мы сегодня без ну вы как в ад опускаетесь я посмотрела это да где ваши силы где вы берете кошмар это ужасно уже заготовлено больше 20 роликов уже заготовлено которые будут стоять бесед столько уже прошло новые люди которые ненавистники евреев и которые там за другое каждому дано свое вот тут это мое поприще этих трогать к еще трогать мертвец он сидит у него крест на пузе то туда плывет у суда с пузырем буду делать а зачем он не нужен я борисся могу за него только хорошо ну хорошо закончим эту тему но я опять возвращаюсь к старому вот то что этот вот walker дружится с этим священником то есть с этой стороной церкви православной это вы сами видите что это все плохо то есть большой негатив а этот самый walker же является другом нашего стива это все плетется одно за другим и поэтому еще раз подумайте подумайте и нужен ли вам этот стив с таким другом двуликим есть если не больше так относительно стива мы переписываем большая головная боль следующий я сейчас хочу сказать у нас за то время была переписка и вот в яндекс этот переводчик там где-то маленько неправильно то бывает я ему послал какие материалы такую мне благодарность мы тут разбираем я о войне война он как раз правильную позицию держит стоит с плакатами против войны а то север дальше я ему материалы какие скинул и он на каждый откликнулся с благодарностью а что он там дружит или где-то если он приедет увидит у них большая разница а что он называется другом и ничего от него не берет а смирнов его этот зашел там джаз стал век ему не нужен он тому ничего не надо кроме собственного пуза ну хорошо 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 ладно эту тему оставили а значит по поводу рулетки дай бог вам силы это такая гигантская работа вот это работа вообще вы выживаете и они уже около 20 роликов заготовлены они будут стоять какие люди приходят и ролик будет состоять из десяти иногда двенадцати встреч в одном ролике столько там как будто бы все было подготовлено в глубинах рада кто я как исаев встал и сказал господи меня возьми я молюсь господи дар сергею который дал нам спустился первый я не знал про этот чат дай мне я прямо всех признал помолитесь я на утро встал как будто бы я там все время находился поэтому дело в том что это я наверно это жуткая работа для вашей души до безусловно жуткая но через это вы открыли такие пласты россии сегодняшней такое падение этой молодежи там же много молодежи что то там пытаются сбормотать даже не умеют говорить даже не умеют объяснить себя и вообще свои мысли сформулировать не умеют то есть открывается такая деградация этого молодого поколения вот в этом кошмар то есть в этом кошмар то не то что кошмар то есть от вы открываете глаза на это на это вот страшное поколение но когда наши ролики будут стоять ну хотя бы полмесяца пройдет и вы увидите хотя бы с десяток роликов вы тогда увидите какие-то глубины вы пока только поверхности мы до самой глубины дошли мы с говорим на посетители там примерно 80 процентов мусульмане примерно почему это для русскоязычных яма и теперь они показывать а такого не было не фотографируется головы нигде нету они прямо показывают блок все что хочешь и все абсолютно она стоит и показывает все свои органы это промелькает где-то и вдруг мы находим людей которые на нас как вы что делаете вы зачем сюда пришли а мы говорим господь послал идите по изгородям идите к негодным зовите слепых хромых мы выполняем миссию христа и мы нащупали что самое лучшее когда мы двое с володей и я ему сейчас все передаю и когда они говорят они чувствуют не может они тогда на меня пускай он ответит сегодня надо нашли ненавистник евреев тому же дома сон и там это и из нас мать несмотря на это ему главное рога уже шибли это не просто так это тут надо все время молись конечно не просто так я удивляюсь как этот youtube допускает вот открывать эту всю грязь она как бы не youtube это не youtube они считают отдельный канал без него ну youtube контролирует или google контролирует нет 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 далеко не все контролирует мне это уже оповестили специалисты нет мне говорят надо открыть вот такой топа там идет где-то который от ютуба совершенно не зависит но она менее популярна чтобы я там открыл но когда открывал сайт здесь я обратился чтобы откроет открыли мне в южной америке в малой азии везде и в америке сразу два сайта открыли параллельно от нас копию бывшая баптисты то чтобы информация туда шла чтобы параллельно отдельно зарегистрированные были каналы мои там сайт ада когда был сайт youtube еще не было и один из баптистов взял и он оплатил за них почему-то вход был платный но небольшие там суммы больше 100 долларов но мне не пришлось там работать здесь раза три меня не пытались зажать и господь снова меня освободил подыскиваются один зашел что у них особенно строго когда монетизация монетизации они все деньги насчисляют но деньги насчисляют они из этих себе берут а я не беру у меня видимо все забирает это помогло сгладить и вот зашел человек и один ролик такой-то такой-то это наш ролик а ролик такой я стою за кафедрой в университете веду занятия так так это уйди аудитория которую я оплачиваю дальше я говорю проповедь моя снимает священник как я могу сергей полос полоса то такой змей есть по поделим лазит его нашел на украине я пишу в эту администрацию ютуба вызвали так выпадайте суд подаю официально а это у них тоже считается его вызвали и он попятился я тогда ему говорю давайте я вам подарю книги как-то утешить он ничего не взял и отошел из меня все это сняли второе предупреждение было мы возвращались благовестия с виктором который женился на жане во франции и заехали кого сестре его сестра ольга николаевна то а у нее внук бесноватый она говорит они привязали себя к этому слезинки данилки называется да и ничего не пришлось и сделали замещение тогда она приехала ко мне мы сняли и все это по паспорт показали как но они продержали год продержали и все снято недавно опять было но предупреждение такое я не разобрался то ли на половину надо было написать до 16 лет не смотреть у нас скотину кололи я снял все значит когда его быка привязали пока вывели это можно снимать шкуру снимает можно но момент когда нож стыкали нельзя тыкать как нельзя но идите же мясо я пояснил что я говорю там вот сейчас убивает скотину но это до времени тварь бучается с нами свобода сынов божьих она будет освобождена рабствую тлению то есть я против этого но по-другому нельзя и они меня как-то загладили но год уже прошел 21 января три месяца у них три месяца это висит если за три месяца будет еще один или два могут канал весь закрыть и больше пока никого нету так что молитесь чтобы вот так господь помиловал за мной в данный момент но сколько уже недели нигде ничего не числится нету три месяца не держали это как под каким-то такой гриф наполовину надо было писать до 16 лет нельзя смотреть а я не написал о господи у меня 13 тысяч 900 роликов я знаю это но последнее вам выразить большую благодарность за фильм этот как вы быстро его сделали какие у вас помощники очень сильно а вот это наша беседа переписка с сергеем видели какая-то а я об этом и говорила первых я там вас опять по критиковала я вы видели эти замечания нет лежал я вам ну вот не понимаю где вы там просматриваете я вам пишу все на sky но там когда его наш наш наша переписка до переписка перед где там листаются страницы да да и я вам сказала что во первых мелкий шрифт шрифт мутный нету резко все заменили 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 все вот так я думал как раз вы отметили мои эти замечания да 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 нельзя ничего успеть все это сделали я сразу дал сигнал туда помощником то они все это убрали и по новой сделали сейчас шрифт хороший и в два раза дольше время идет там лучше все таки не чтобы сам человек листал а там только три вот так вот как держишь в любом месте ткни но становится она останавливается хоть на хоть на час хорошо это я знаю как нет я уже о другом фильме сегодня я смотрю нет вчера вечером со слезами посмотрела фильм который ваш племянник озвучил виталий его зовут да это не племянник общество верующий где-то мое стихотворение считает он он весь фильм рассказывает да 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 жизни а историю вашего знакомства вашей дружбы сергеем да вот это совсем новый фильм как вы его быстро сделали работают ящик без слез нельзя его смотреть вот это огромная вам благодарность у меня помощников много мы как-то фотографировались тут было 12 человек которые участвуют финансируют а это еще новых 9 человек бог дал сейчас больше 20 работает здесь у меня очень хороший коллектив но самое главное как это быстро понимаем очень хорошим высокого качества фильм огромную вам благодарность но мне-то тучу моим и моего там нету я тут ни при чем просто они берут готовый материал очень хорошо его обматывают а то что вы вот ваш архив видите и живет когда ты есть и к нему навстречу в этом с ним беседуете обнимаетесь разве думаете думали тогда а сегодняшнем конце нет вот так все приходит в свое время да вы правы сестра так и есть я благослову вы со мной то на вы то на ты давайте все-таки на дно какой-то один стиль ну не надо прости меня мне не получится так у меня один в этой работать в краевой администрации но я пришел и говорю его павел петрович звать а может 30 лет знакомые он помогает а такой грубоватый мужик я говорю павел петрович я не знаю как вы это ты меня на вы называешь мы с тобой 35 знакомы для тебя выгоню отсюда в администрации краевой я не могу по-другому я нутром чувство я не имею права к тебе приходят подчиненные то другое я тебя ты хоть буду мне это ничего не говорит я я это дело не искусственно не искусственно делаю я чувствую володя я не могу сказать вы не как у меня тут нету простите пожалуйста я вас знаю я вас уважаю я когда приехал горит на колени стал этого мне все живое как сегодня было моё отношение к вам не простое слава богу слава богу спасибо спасибо ну вот я вам звоню вот со всеми этими комплиментами по поводу фильма замечательного фильмы главное как это все быстро и вовремя появилась за и скольки это все посмотрит спасибо за эти дни сергеева козлова который умер скачал себе его архив который у него был там встречи где-то примерно 220 роликов а вот это же в этом фильме идет да да в конце и слова да 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 вот это прекрасная и видно гигантская информация кто в нем нуждался в этом парализованном это уже это потрясающе и тут как мы вот которые страницы где идут вот когда переписывались у него ближе меня никого не было и он был для меня такой же но он был настолько интеллигент и каждый раз позвонить он может я позвоню до конца такой оставался и он рисовал иконы я сегодня в интервью это сказал кажется или вчера вчера новый ролик будет стоять вот этот самый виталий калиников он вышел на меня вчера и про сергея стал спрашивать как познакомились я говорю он 2002 году занялся иконописью а я в 2002 году занялся изданием книг в одновременно он говорит 9 лет я работал каждый день по 16 14 часов в день без выходных а я неоднократно эту фразу полностью говорил и одновременно но он когда со мной познакомился и дальше я от иконы рисую и движение эти иконы для них как идолы там и теплота от них что делать я грубок зовут на благовестие и он говорит я наверно икону пись оставлю и он занялся в это время у него массово пошли вот эти встречи с людьми еще 6 лет назад у него одна была встреча пять лет назад у него две встречи три года четыре года назад у него сразу 30 встреч в году было то есть он полностью отошел от того и но он пишет мне 800 раз я ему пишу 1800 такие огромные материалы скидываю он духовно возрос я это все видела я живу я один раз не разговаривала очень давно как-то не могла вас поймать с вами выйти на контакт и я к нему обратилась за помощью вот я с ним однажды общалась ну довольно давно так что у меня тоже память замечательная о нем дай бог ему во царстве небесном найти еще свое да он оставил пример пример мужества и он еще не скрывал и главное на меня которые нападали там из америки татадина и прочее то они сатана сатана на меня сатана кричит а и сергей как бы слушал их но теперь они не знали что допустим на меня нападает я говорю кто больше нападает и с ними поговорить чтобы они на меня вышли а ты третейским судьей будешь они не знали что это постановка они на полном серьезе с ним а мы но режиссуру это он взял о чем говорить а пока теперь когда-то они зашли он не на их стороне так они и ты бесноватый на него не пощадили что парализованные точно сумасшедшие почему мне все время фраза из исидора пелосиота предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум отнимает конечно конечно но к этому фильму назад вот который ваш виталий калиников озвучил да это ваша идея или это недосмотр ваших помощников что когда фильм кончается дается ставится дата когда фильм сделан кем озвучена и так далее хоть немножечко как называются титры а у вас просто фильм кончился внизу там цифры идут эта система сама выставляет эта система сама но говорю что это нормальный фильм документальный фильм а с музыкой с голосом диктора вот ваш виталий это просто документальный фильм о судьбе а пути этого человека и конечно надо его закончить грамотно год и так сказать вот чтобы вы там а то многие люди даже не знают кто вы такой ну ладно не знают беда небольшая это так я хотел спросить книги то вы отослали митчеллу все нет он не нуждается нет нет он не попросил да не попросил он сказал помните мы с ним долго говорили целый час у него готовится крещение и поэтому он там вот так по в книгах в подготовке крещению он сказал я сейчас не могу очень много ему надо материалу простудировать подготовиться к крещению а он говорит я хочу горит нанять переводчика чтобы ничего не сильно дорого на украине это все он не все это сказал но после крещения но крещение я ему выслал материал с этим с переводом яндекса насколько есть это ему сильно сильно поможет и будет он там принимать крещение еще вопрос как это почему потому что когда он узнает как у нас и как готовят как крещение он может затормозить нет нет я вам что-то рассказала я у него все детали узнала у него этот старый священник очень приклонного возраста будет делать полное погружение так что почему же это неплохо но это его 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 дело но он уже много узнал я вам послал материалы он говорил о военной службе я тоже скинул он горит а как у вас вот когда подписывается я клянусь что тут все правда написано я говорю нас клянусь ни в одной организации не требуется кроме военной и второе присягаю это когда в священники ставят у нас в россии этого нету а только так с моих слов записано верно и подпись и мною прочитано с моих слов записано верно подпись и подпись расшифровать то есть 50 буквам показать чтобы не просто так размашиваться именно буквами все у нас он интересуется вопросы хорошие задает я тут с ним полностью согласен он уже к нам и не просто так его внутри да дай бог но говорю я поняла что он сейчас очень занят действительно серьезно готовится крещению изучает материал у него очень много и он назвал хорошие имена я вам кажется говорила начиная со шмемана и папку это два профессора это владимирской семинарии в нью-йорке да они они так сказать русского происхождения русских корней так что там все нормально глубокая литература уж мемана же очень много на как отец александр да так сказать не только отец называл всегда я только популяризатор он давал фундамент основы основы например литургические записки введение человека в церковь вот так скажем его книга к история история церкви я начитывал и она попала в руки кгб история его я издавал его шмемана а шмемана ваш лимони да 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 я издавал его книгу и книгу насчитал на двух пленках 16 часов слушать надо было 17 претензий не было к этому материалу но он также был изъят и у меня понятно одним словом вот эти два автора из американской церкви это хорошие добротные а теологи и поэтому это достаточно материал для митчелла так сказать подготовки его православию а потом когда он это все пройдет мы может быть опять вернемся он говорит у меня времени не было ваш материал получили мы горит марка вместе там семьей вроде вместе внимательно считали он ягод я полностью с вами согласен вот чем дело то он считает там работа идет 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 работа да ну вот и все а тот то которых нам хохотун то зачем он нужен то никакого отношения не имеет его сначала нужно отчитывать от бесов и хохохочет у него не естественный смех она разрывает горло его просто я об этом и говорю что это опасный персонаж это что он вылезает больше на более популярные каналы в этом же опасность его очень негативного влияния а от него может не согласен только я не вижу от него никакой опасности кроме опасности для него для самого само собой но когда они говорили с этим отцом смирновым они некоторые вещи так сказать как сказать нажимали на некоторые точки и находили там полное согласие это в отношении экономического направления и либеральной позиции в православии что сегодня и так ведь очень и очень большой крен даже в самой патриархии вот это разве вас не беспокоит не беспокоит там ничего нельзя сделать это по занаряженному идет господь допускает вот я сейчас нахожусь в рулетке и там какие слова люди которые были близкие к церкви которых отбили о чем андрей кураев говорит церковь была ненавидимая но никогда не было так презираемые заслужители вот эти мерседесы вот что они делают вот это выпивают и я и сказал это либеральная страна и демократическая страна она же все перевернула она перевернула все ценности от духовного материального отец александр наш наговорил в какой-то лекции он говорил что наступает время вторая византийская эпоха вот что почему византия пала подумайте на это же это шевкунов шевкунов тихон он фильм поставил падение византии показывает это с перекином на но экстраполирует события на сегодняшние дни с православием его митрополитом после этого сделали но сейчас то он настоятель монастыря слова печорского не важно где он что но главное что они вы избрали такого за которым ничего нету пока такого отрицательного я узнал конкретно и записываю я молюсь каждый день о тихо не больше мне не дано повлиять отец таким встречался с ним беседовал и ну святые и святые книгу выпустила святые и святые отец и аким ваш брат да да с ним беседовать пришлось один раз немного совсем говорит с тихоном этим шевкуновым говорят что он с патриархом вроде его духовник ну и что из этого мне отвечать за свою душу я поэтому больше всего должен заботиться самом себе молиться за врагов за тех которые бога не знают и мне господь позволил опуститься в эти глубины бездны вот сейчас ужасно 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 дай вам бог силы господи такой мрак открывается и первый раз у меня получилось я сразу на два названия даю в одном володя первый говорит там стали говорит а пускай володя видео за она рядом сидит ведет сколько потом толкает меня 10 продолжает дальше это слишком трудно такие вопросы задают а другие которые под меня идут у него уже будет 55 роликов с володей и у меня где-то 15 с лишним вот так когда вы это будете смотреть вы увидите больше что среди этой бездны можно увидеть проблески света люди которые мучаются да они малые я сама надеюсь что малый процент лезут на контакт через эту рулетку ради праздности любопытства от нечего делать но у большинства хочется верить душа где-то внутри больно 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 и бьется вот из этого мрака из этих потемков они потемок они хотят выйти на контакт на свет через вашу беседу феодора цареградская по мытарствам душа от жития василия нового об этом написано после смерти и душа человека 40 дней идет 20 мытарств мытарств это того же так назад мытница как на ухар по украински называется и на одном мытарстве погибает больше чем на остальных 19 то есть блуд разврат его здесь молодежь такая все и они совершенно вышибли на у них ничего нету они утонули и когда они нас видят они вот так отшатывается страхи прям падают сразу прям здоровые мужики я только перекрестить я хочу их как пулемет на очередь срезают ну попробуйте уже и их перекрестить я не крещу никогда никогда их не крещу я только себя я это знаю бабки друг друга церкви крестят и как каждая свое знает я никогда этого не дело никогда нигде только когда выхожу на улицу тогда перекрестился и впереди сразу отрекает сатаны и всех дел его всех ангелов его всей гордыни его как предкрещение все путь свободен я эту середину знаю где ее искать это опыт старцев и чтобы нигде не противоречило библии а вот за этим стоят уже авторитеты которым придется подвинуться там крестьянкин николай гурьянов и это для меня авторитеты авторитеты в той степени насколько они вписываются священное писание где этого нету для меня это обыкновенный ваня обыкновенный коли понятно ну вот и все все мои вопросы благодарность вам и дай бог сил на все эти большие труды эти как-то переписка наша с тем самым нити не интересно а то скину маленько хорошо но вы жмите так всегда посылаете вот про войну ну да последний письмо было на эту тему что вы ему послали материалы о войне какие материалы я не знаю но ты посылаете да но хорошо а крещение у меня заготовлено я вот может быть сегодня ему отошлю я так через день посылаю чтобы его не затарить да 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 не надо его слишком грузить он сказал что очень загружен очень много материалу ему еще надо переработать прочесть перед крещением но мои материалы мои материалы его сильно заинтересовали очень сильно и он уже под вопросники задает я ему поясняю и на все вопросы дает допустим 8 вопросов я на все отвечаю он говорит со всеми согласен я именно так и хотел вроде искал такой ответ и он нашел то что искал так что просто потерянным он для нас не будет даже если никогда не приедет не встретиться но 7 уже брошен а это видно это очевидно дайте совет и гнатья тихоныч может быть ему какой-то подарок крещению послать 3 как и у pesgo пошлите его три книги христиан православия мне и там пошлите не ждите от него не ждите от него ничего точно адрес и пошлите есть у меня адрес есть все подарок крещению от вас ваши книги да скажи мне картики книги и христиан православия четвертую приложите сеть может быть 4 слишком много 4 одну истину православию для начала нет 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 пошлите именно новый завет хорошо я а я вам дам тут сразу дам хорошо икон у меня есть иконы икону ему пошлю но я думаю икон это его сильно не сдвинет ну чтобы он поверил чтобы православное тогда можно нет это очень важно потому что это все-таки очень это отличается наше богатство иконопись он то я не знаю как понимает я не знаю тут бывает путин где-то ему дарит икону на что он с этой иконы будет делать то они привыкли его на подарок выдать даруйте ему знание писания и чтобы он покаялся в том что делает не так приведите к покаянию за эти 18 лет хорошо есть у меня еще время подумать если вдруг у вас будет какая-то идея подскажите что прибавить вашим книгам 3 книги и 4 крестного православия 4 пошлите все до когда он приедет я ему дам до слова божья не туз эта книга является ключом к остальным книгам а там не знаю знаю это все ваши суды все это ваш аресты конечно да это самая главная да я бы сказала как она с вами и подружила да но я я думаю что это его касается относительно его веры у меня тревоги нету он даже не так как-то но он не хочет делать что другие делают особенно вопрос о войне а присяге он на сто процентов согласно прямо сразу же взял и поблагодарил мы считали женой я совсем согласен это замечательно но вы же знаете или не знаете что здесь то вся эта армейская служба это все работа это денежки все оплачиваемое это карьера в чем дело у нас здесь нету морального воспитания чувства долга патриотизма здесь все это в нулях это только пойти на работу по контракту вот в чем дело что всему свое время я говорю когда был на этом торговом центре где свалили которые этажи но оттуда спустились когда все посмотрели на статуи свободы меня повели туда есть синода и в это время там стоял как говорите коп этот полицейский то и он может с вами сфотографироваться я в сапогах гимнастерка на мне и прочее ты называешь uniform uniform да 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 и он говорит россия будет подниматься америка пойдет вниз это было в девяносто первом сказано девяносто втором в июле месяце это очень видно и все быть больше и больше это видно такая деградация знаете вот я иногда что-то делаю и говорят а почему вы так делать я не могу объяснить я говорю что у меня есть лестница я по лестнице заложаю по лестнице там спрашиваю как будет то есть я показываю вот что свое вот и вот в америке был когда я в синоде то я говорю мне бы зубы надо проверить здесь что-то бывает это болит они быстренько организовали одно женщину со мной отправили так лет тридцать ей и пошли и на она говорит я знаю тут хороший еврей из россии и к нему пошли но он быстро принял меня посадили в крест а все лакировано он меня прокинул вот так вот поднял и стал посмотрел я говорю можешь штифт поставить а на него наростить у вас горит ниже десны нельзя и он мне говорит надо зубы только вырвать заживет и тогда делает это мост это делает я говорю мне нельзя почему я говорю я веду занятия в пяти университетах я отвечаю все на память а у меня памяти не будет а какое отношение зубы и памяти игры не знаю ну зачем это говорит а это такого нет я вы я дантист и я говорю что это не имеет отношения игры имеет особенно верхняя челюсть они связаны с мозгами и каждый зуб это определенная до процента где я не врач но он посмеялся иногда я встал больше не стал я ушел проходит еще лет десять и вдруг показывает исследование шведских ученых они лет на 50 мили и пришли к выводу тому к чему я ни дня не был причастен зубы особенно верхняя верхняя часть которых мозгам здесь каждый вырван из опыта процентов сколько памяти уходит уходит навсегда и ничего нельзя сделать а вы как знали не знаю я когда услышал как ведут занятия по изучению языка вот это было союза полон американцы с русскими делали там отдельно то и как учить надо был быстрый иностранный язык я никогда не знал в армии когда был я самостоятельно нащупал этот метод я его назвал пакетный а потом вдруг считают спустя там лет двадцать я считаю они считают какое-то достижение у меня нет достижения я начал английским заниматься уже разговаривал ровно через 4 месяца не встречаясь англичанами немецкий побольше ушло шесть месяцев я у них проповедовал с кафедры на немецком языке 6 месяцев не встречая немцев французским занялся испанским сразу они показывают исследование мне не дано я неграмотный у меня нет никакого гуманитарного образования не церковного я просто молюсь и вот сегодня звонят заболел и там с какой стороны все время просят помолиться помолиться вас бог слышит я не знаю ничего этого я просто молюсь доверяясь богу он сказал приди ко мне и я услышу тебя я очень верю в это любящий мой бог отец небесный он слушает когда взывают к нему и особенно не о себе больных и плененных вот это я могу сказать мой бог мне известен я называю живая молитва живая вера живому богу американец один там вышел и к этому обращается говорит вы мне дали вашингтон далее чикаго чикаго и говорит ой дядя вова вы мне дали такого человека я первый раз вижу православный как писание знает проповедь прямо от смерти в жизнь это где вы взяли такого он ко мне привязался а потом когда узнал что я говорю что баптисты это не церковь он говорит мне все противно стало я его слушать даже не стал контакт кончился да когда в пензу приехали там баптисты к нам пророк или я сошел это на меня но когда я стал с ними беседовать они терпят поражение за поражением они гнилой пень это более верно я говорю чем первое но гнилой пень дает росток как его говорит почувствовала влагу и дало росток я именно такое есть или я и петь все это все моё уникальное то что каждый контакт даже где вас осуждают где вас поносит это не то что ломают вас а вам еще дает еще дополнительные силы да я знаю это награда обещана они не понимают когда говорят я другой раз даже берутся о ком они говорят там никого нету это не ко мне и ни одного выступления правильного еще не было никогда даже одинку андрей кураев эту ошибки допустил у них за 15 минут двери закрывают и уже никого не пускают двери закрывает это внутри когда че люди стоят уже в коридоре приходит а как только кончилось там не 15 не 15 минут 7 минут тогда открываются и заходят они стоят в коридоре люди не успели зайти чтобы не мешать 7 минут у нас ничего не делается полное глубокое молчание мы благодарим бога за все что было за неделю за то что в священниках было огненное служение в литургии а он маленько и назвал и в тихе нашего родным моим братом две ошибки допустил но они на ничего не влияют он сказал искренне меня как игнать и по всем кочкам пронес а я зарядил у меня все книги в два файла и нашел 122 раза я про андрея говорил и говорил почти всегда не в положительном смысле несмотря на это он обо мне отозвался вы знаете кто самый знаменитый там великий миссионер в россии и современность и через это я мне ко мне человек один вышел а кто такой он говорит ну в барнауле такой и он на меня вышел он преподает государством университете тот человек в академии и ведет метрополии уроки и выпросил все книги это все в прошлом он уже не преподает ведь давно да преподает сегодняшний день преподает кто и нет его я не про андрея говорю о который человек через андрея меня нашел извините из красноярска юрий соболев мы стали очень близки друг другу это андрея андрея слышал и стал искать меня и нашел и сразу выписал все книги и теперь мы вот такие вот он говорит знаешь горит идет женой а ребенок один другого обгоняет и про счет меня интересует вот это он обгоняет у него такая ревность это отрицательно будет или нет что везде хотя хочет быть первым то я не могу даже ответить но сейчас придем я включу игнатия тихоныч и он мне с первой минуты объяснит она говорит как не знаю как а сколько материал у него я говорю тысячу стоп проповедей но ягод попаду на его сейчас он пришел жена говорит не знаю ну давай включу я включил вы с половиной ролика именно об этом говорите жена готова как это так ягод каждый раз что-то хочу узнать прихожу включаю и вы из этого места начинаете дальше продолжать мысль я могу это подтвердить это позже я свидетель того же самого но это бог делать я вообще никакого отношения к этому не имею проповедь уже сказано лет десять назад и люди в них вот это находят это дело божье а я никуда еще и как интересно идет навстречу попадается полковник полковник милиции а дальше только генерал он остановился и говорит его акимов фамилия я даже он сказал мне я был когда говорит майором однажды меня вызывает военком но я думаю у меня что-то сделал не так но сейчас будет разгильдяя меня их всяко прихожу у меня подполковника дали он другой раз встретился со мной тоже на вызов идет на разборку то он говорит сегодня у меня обстановка неблагоприятная там я допустил ошибку то приходит а ему звание полковника присвоили он говорит я боюсь с вами встречаться мне генерала дадут теперь а я вел занятие в летном военном училище летное училище с этими с курсантами такие прекрасные были встречи там 470 человек примерно ну просто прекрасная но господь все так усмотрел что курирует то есть мне где нужно встретиться там с генералом с кем он мазур николай павлович а который благочинным у нас больше всего мешает делает войтович николай павлович я у них виду занятия они там высокие звания полковники но преподаватели это и вот они меня кончилось когда там одно занятие скот я проповедую курсантом и все это заснято в фильме они меня призвали такие друг друга ну скажи вот и у тебя какое чувство он говорит у меня чувство такое я никакой академии не кончал ничего не знаю они мне призвали у них пиво там вобла рыба вы будете игре в рот не вернусь чем же уважить вас один говорит сапоги возьмете я говорю какой размер 43 это мой размер он за диван полез достал яловые красивые сапоги и мне отдал вот это то что вам надо да однажды я пришел так он говорит знаете у нас тут артисты с москвы приехали и они выступали больше часа они уставшись курсанты до скоро обед говорит давайте отложим я говорю ну позвольте я шел далеко хотя бы полчаса до нас обед через 15 минут ну давайте 15 минут ну они уставшие я же вижу ну пожалуйста он мне дал 15 минут он приходит на обед да отстань ты проходит полчаса сейчас ни один курсант не шевелится он после это как вы могли это вроде за зомбировать то их я говорю господь понимаете и недавно один приезжает с митрополитом с нашим митрополитом потеряевку подходит и говорит его звать владимир черных он говорит меня наверно не знаете нет а я из этих курсантов когда вы говорили меня коснулось ягры сейчас священнослужитель через сколько лет сколько лет я же не считал сколько лет но главное обязательно какие-то отголоски тех времен доходят вот это господь делает но этом мире все сплетено как огромным большим флором я тщательно пришел к прокурору края он генерал-лейтенант это второе звание генеральское это у нас очень близкие отношения а тут приехали прокуроры ну я среди них там мышка прижался а помощник выходит генерал-майор воронов сейчас кажется владимир павлович звать его кто к нам пришел то вы знаете кто то пришел а никто не знает то да это вот такое то на меня говорит мы его арестовали мы посадили у него 15 магнитофонов самых современных у меня-то он студии была мы думали он проклинает нас а он пришел и говорит мы молимся за вас вы понимаете что это такое у меня как руки буквально переломал говорит этим и который судья была в орбитажном суде и говорит народ детей наших проклинали я буду что вы владимир никота александрович мы только молились так он не знает куда меня посадить его а господь из молитесь за обижающих вас а счете буду проклинать то когда мне за это обещана велика награда господь когда будут поносить и гнать я буду рассказывать это они то это враги то ничего не знают они одиноки они только вот нападают на меня как это вокруг моей колокольни мощи целают а у них еще нету они меня ведь я на работе колю дрова полю огород поливаю пруды делаю дороги с молодежью с детьми учу лазить по деревьям на конях ездить переплетаю книги а у них ничего нету они от зависти лопаются учите детей любить голубей и да вот сегодня как раз с этими которые там совсем на дне этого океана на рулетке то я сидел и с голубем они увидят то есть кошка сижу маленьких разгладить но это просто у меня один писал тут журналист приехал в 11 лет был журналистом комсомольская правда в москве но и сюда приехал приехал я посылал в газету версты и он горит я впервые не знаю как себя вести здесь я думал сейчас выйдет такой богатырь навстречу как я отвечу и вдруг выходит говорит такой ершистый как шмель говорит а потом вы нет нас от шмеля я говорит ошибся когда начали говорить я понял тут не сокрушить и он у нас был и мужик такой пробивной все записывает вот он проник в краевую администрацию я иду в тюрьму он со мной пошел в тюрьму а там рядом кладбище не кладбище ямы ямы расстреливали там все моноихин расстреливали и когда шли был такой смог большой мороз 42 градуса кажется и туман и у него магнитофон этот маленький то застыл он оставил стой ты сейчас сказал то старик ты еще сказал я вручаю сказал в везу как в океане тонет город в тумане я говорю я не знаю сказал повтори он берет ручку скорее я не успел записать все записывал и большие статьи написал для слова божия нет уз они в конце три статьи макаров сергей сергеевич почитайте это настоящий журналист и он везде с нами проник и что сегодняшний какова его судьба неизвестно вот где-то там лобня называется около москвы он там но я нормально человек но попал он в струю крестного хода как они ночевали под дождем были я говорю куда тебя затащила то у него вера такая православная настоящая православная вера как они понимают ее а тут вам это не так это тут и он не он растерялся и идет и понимаешь это еще идешь как полумертву ты же моложе меня я показал впереди пятый столб давай ты не своей походкой а я своей когда обернулся назад он на два столба стал ты еще делаешь я говорю ну потому что в пешком еще такой огонь как вас а у меня кого с огнем около железной дороге там ремонтирует дорогу а я все время бегом с собаками не мужик ты хоть пешком умеешь ходить или нет я говорю некогда до свидания опять за через рельсы а там рельсы 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 я прыгаю уже дома а сейчас врачи определяет по походке можно определить его болен он или не болен вот конечно да он идет и утиная походка со стороны стороны что делаешь то ты беги бегом мне нравится как у меня написано жить не хорошее слово такое азартно так чтобы любое дело тебя зажигало я его делаю не как посторонний и со всех сторон стараюсь узнать откуда какие ветры дуют и вот этот мечел в этих вопросах неиссякаемый да вот этот мечел в этих вопросах он мне за затрагивает меня он там что-то выслал как там саду стоит а другое там это я думаю куда же он едет от такого сада к нам на пустырь уже мне немного шансов что он приедет но у вас пустырь но да но не такие же земли как у него сады готовы распаха на большие яблони уже стоят а тут он распашет ему заново надо сажать я что-то не видела никакие яблони наоборот там сплошные пустыни нет большой сад у него там сад большой но весною когда почки только наливаются и он все это комментирует но если можно пошлите мне это посмотреть это я не видела что он сидит около своего дома проповедуют и в каком-то сарае до 10 на людей все да да есть такое а это именно в саду в саду а вы уверены что это его сад не уверен откуда уверен потому что по климату это не похоже там пустынные места открытые почему там занимаются вот этим скотоводством пастбище там небольшие вот эти травы открытые поля с травами и скотоводство может быть я ошибся но главное он так говорит как почки весной да и все проще такое то и мне понравилось я только подумал куда же ты голубчик приедешь что выдержишь ты или нет он спрашивает сколько стоит можно нет на рабочих мне нужно чтобы было четыре комнаты спальных это я это я все читала я его напугала тем что там надо на снегоходе ездить ну а как по-другому-то зимой из южного из южного климата комфортного такие снега ну как-то сибирь то заселяли же люди тошли из центральных районов и они же заселяли ее знали в школе строили а строги в фильм такой есть ярмак там играет степана по заведению нет зарядить но я не знаю сколько уже прошло может быть от 15 и ярмак называется ярмак завоевать играет степанов 1 настоящий ярмак такого артиста подобрали надо увидеть как они там были как они погибают когда уходили но все равно хабаров шоу путешественники хабаров где город землю осваивали вот так это могучий славянский дух за особенно это так что ну и на техниками удовольствием с вами так поговорить это как воды напиться честное слово честное слово новости да вот это мы не спасибо говорим а спаси христос всегда и христос я вам расскажу вы слышали как спаси христос вызвал ответную реакцию и что со мной было я коротко вам расскажу мы когда работали здесь в мостопоезд номер 140 то есть мосты строить дороги и у нас был льготный билет бесплатный в год один раз в любой конец советского союза на бы полейка так поговорим который вода это мы говорим вам дайте родители живут во фрунзе это мы даже доехать до них через алматы а потом мы нам надо друзья живут в грузии через переехать а мы там а потом петербург через молдавию мы туда это в один конец у нас считалось она выпишет у нас все идет и мы обратно едем а в пензе я жил и там хорошие отношения были с баптистами мы решили заехать вот тут начинается дело божье мы в москве примерно какие годы но я сейчас не могу сказать ну может быть восьмидесятые же еще советская власть была и вот я знаю что советская я знаю но когда совсем было напряженно прижимали вас или уже было свободно было свободно я не знаю почему даже не могу сказать до какого времени то но в этот момент у меня была полная свобода но я один не ездил я ездил всегда человек 8 вот в то время видимо познакомились несколько раз так целая группа людей да да а вы николая балашова знали я не помню имя я только помню некоторого из томска одного человека нет москвич он он очень приближенных патриарху алексеев второму сашу класса на я помню да они в канаду есть у нас останавливались и вот он был приближенный и его включили в комиссию по объединению зарубежной церковью а он тогда когда я сидел николай мне помогал в генеральной прокуратуре ходатайся очень сильно помогал и когда откроете для слова божия нет уз там написан николай балашов в начале материалы которые были он теперь доктор богословия патриархии патриархии он там большую должность занимает но и вот мы были там остановились в москве а нам печать поставили остановку а мы просто пересадку сделали сказали поезд идет не по ночи печет почетным несчетным и мы сели а они нам засчитали остановку оказывается правило на пути можно сделать одну остановку и мы слезли где-то кажется в пензе она говорит так у вас остановка была ей выдачно не поедете уже как не поедете мы сразу за сумки своя нас 8 человек а поезд уже пошел она говорит поезд идет уже бесполезно но мы выскочили на перрон тормоза и остановились вот так вот что господь делает мы когда там разговаривали тут молились в это время и когда поезд остановился а уже конец но мы сразу слезли залезли там в 13 вагон то а наш 2 а посередине вагон ресторан но мы идем всей компании там сзади идет там один наш близкий человек саша долгов то но и проходим одна недовольная такая оказалась там в ресторане ходит тут ночью а время уже было часов 5 утра христосики христосики а последний человек шел который но он говорит простите нас спаси христос если бы сказал господи прошло бы спаси христос вот такой голос грубый и тогда спит директор ресторана она открыла где христос она во сне увидала она готова на них христосики пошли горит иисус она тогда и говорит вызвали к ним сходить отнесите им там поесть и пригласите к нам в ресторан но она когда пошла с этой посудой то дошла это вы ночью проходили мы говорим мы директор вас зовет а зачем но она хочет поговорить с вами и там угостит вас сейчас пост идет последние недели мы ничего не берем как нет у нас попы ехали не гуляли тут неделя ну ладно мы я говорю пойдем мы пришли и она говорит когда я рассказал о ресторан полный людей она говорит говорить я тут хозяйкой но я встал и давай им говорить о христе я говорил там где-то полтора часа в это время один подходит достает из себя красную книжечку подошел я сотрудник прекратите агитации заниматься а это женщина такая сахарная она вот так подошла руки в боке это ты-то ты вчера от меня два топлива на четвереньках выполз я тебе сейчас вы извините галантных так и отошел я в этот день два часа до еще проповедовал а не горит ну чем угостить я говорю картошка нечищенная чтобы у вас только вилка проходила если можно сырье такую мы сейчас сделаем они сделали большое вот такое блюдо я когда на скидар изеду впереди к себе вот господь что сделал через спаси христос и только мы сели одна женщина идет и она увидела мы с бородами все может с вами посидеть села я говорю вы далеко идете такое лицо печально а меня откомандировали говорит за евангелем я поехала нигде нету сейчас я вот домой возвращаюсь и а а мы только достали новый завет я сразу говорю мы отдадим давайте ей ее радости конца не было нас внучка была новый завет мы подарили а нам тоже там подарили церкви то и как бы там мы не слезли вот этого бы не было не было бы и этого не было поэтому сегодня сказать еще нельзя почему 118 псалом 164 стихом 7 кратно 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей не за то что дала за то что судит 7 кратно я стараюсь каждый день 7 раз тогда если на молитву три святой 100 поклонов но бывает 8 9 иногда 18 раз станешь это другое отношение как к жизни не смотри я громко говорю потому что я глухой но когда я помолюсь а в это время со мной говорят я чуть ли не шепотом говорю такое внутри настроение не хочется отходить я знаю силы молитвы бог дал мне этот дар да да замечательно можно вас слушать и слушать и слушать и слушать мама смолимся вместе с митчеллом каждый день чтоб в этом деле вы участница помяни господи и усынови и благослови и исполни как тебе угодно мы ни на чем не настаиваем говорят а вот помолились сейчас одни там при смерти ребенок это у меня было с германии звонят игра почему там то не просите в германии мы слышали вам бог отвечает в германии слышали а чего вы взяли то ну помолите сегодня операцию ребенка на сердце один внук я говорю а вы примете что бог даст конечно я вот сейчас буду молиться и прямо перед нам соли ребенок умрет вот вообразите что мне бог уже открыл да как так воля божья готовы вы или нет потому что ребенок будет злой непокоривый все страдать от него будут а то житие святого 5 октября фомы апостола когда молодых на молодую молодежную свадьбу был призван в индии то им рассказала по разным углам их развел он показал какие дети я согласна она молчит я говорю успокойтесь я еще не молился и сказать ничего не могу на вас я помолюсь но только вы согласны что какой результат будет вы будете бога благодарить не будете роптать согласно ну прошло часа два-три радостно такая звонит успешно операция прошла но температуру не могут сбить помолитесь температура я только начал молиться она звонит температура прям резко пошла вниз да никакого отношения ко мне может не имеет это так я молился я не за результат бился я не просил здоровья ребенка я сказал господи да будет воля твоя и на земле как на небе ты знаешь судьбу то есть будущее этого человека судьбы то нету но так мы принято говорить то вы поняли другая из италии тоже услышала говорят вам бог отвечает из италии я говорю я помолюсь но только когда бог даст ответ а когда я не знаю она проходит неделя месяц второй ответ я говорю ответа нету я молюсь ответа нету только сказал и ответ пришел я и сразу сигнал даю а мы переписываемся в интернете я говорю бог дал ответ какой ехать или не ехать дети выросли неверующие а я теперь кому нужно здесь и меня тянет туда то есть патриотическая группа в россии а я на это настроена что россия там патриоты я грану не торопись слушай внимательно сейчас я тебе там ответ божий приготовься она уже узелки связала домой ехать я пишу премудрый соломон притча соломона такая-то глава такой со стих и ей так записала проверим считай пост построчно точно а вот теперь слушай у тебя духовник есть есть напиши крупно на бумаге где-то исповедуешься причащаешься пойди к нему и скажи что тебе человек который молился и получил ответ от бога вот на этот стих и как он его вам изъяснит так и поступи я ничего не толкую мне это не дано я не пророк и она пошла она пошла к нему и стали молиться и он ей говорит ты знаешь у тебя все здесь есть какие никакие они дети рядом ты там будешь одинокая ты же уже на пенсии то другое и он не сказал успокойся и не езди она была очень огорчена что я не сразу сказал уезжать я гря никому этого не говорю я стараюсь выморить у бога чтобы его воли исполнилось на этом человеке я не даю ответа мне не дано я не пророк вот и все успокоилось и осталось успокоился осталось вот и все а что я сделал не так иисус когда человека от болезни освобождал иди покажи священнику я иду этим путем я тебя посылаю к священнику но в моей ситуации все-таки мне хочется вернуться и главное из моих трех сыновей старшему очень хочется вернуться я почему-то об этом не молился но думаю что да поможет господь вернуться я даже омолиться об этом не хочу потому что как бы решенный вопрос вы даже вернуться на из препятствия да и я вижу что сегодня я просматриваю все эти каналы конечно из-за украины все больше и больше послаблений всяких документальных облегченные варианты предлагаются до возвращение гражданства но пока что речь идет об украинских гражданах так а вы можете через украину прийти через украину но надо иметь гражданство украинское чтобы приехать вот такое украина для украины переход в россию облегчен до невозможности так надо мне сначала было на украине получить гражданство конечно но это я так сказал просто для вас имейте ввиду если бы это были молоды то можно было это там пожить в украине проповедовать тут знаете как вот этот есть фильм форпост вы видели его про монахов да про монахов которые там на румынской границе ну и когда патриарх кирилл то встретился с этим с франциском то вот и стали это сатана там тут монахи поднялись против то а я выступил и говорю что он сделал патриарх то поцеловался благословился уже это все предано бритые ваши стоят чуть не сказал рожа крестите как попало исповедь идет общая исповедь ну вы все уже католичен еще вы трясетесь патриарх ничего плохого не сделал ну и этим я сказал они лонгин там михаил жар фамилия его его епископом поставили патриархии он перестал его поминать патриарха то но и я отзыв сделал что поминание не поминание никакой роли не играют и на меня они сразу вышли там свои люди то мы так рады что вы за нас я вы знаете что еще не определились за вас вы вот что сделаете у вас монахов 180 из них 40 у румыны я называю цифры какие примерно там столько украинцы вы приготовьте и посылайте туда миссионеров в эти народы остальные старые немощные косолапые больные пускай остаются с детишками водятся и они мне больше ни разу не написали не согласились не согласились я говорю вы за монастырскими стенами не спрячьтесь господь вытрясет оттуда идите вы ничем не связаны идите проповедуйте евангелие хорошо быть одному хорошо быть одному не связаны чем а жена тому как со связанными ногами бежать тогда вопрос если про украину заговорили как там ваш никита совсем пропал или у вас есть с ним контакт он приходит на занятие я могу вызвать его в течение нескольких минут когда занятия идут но мы его не трогаем он купил велосипед и там показано как ночью подходят снимает и угнали был с кем-то он ходил человека два сейчас не видно нигде он не себя не проявляет никак но приходит на наши занятия приходит и сидит не выступает вы не знаете чем он занимается смысл он поступал на работу в какой-то столярный цех и что-то они там готовили и он говорит это вот можно было потеряю куда но я не обратил внимание доски обыкновенные козлики дрова пилить но вот нет его мы простились по-хорошему и но вы знаете из-за чего там на женщин претензии вот и все это у меня когда он приехал здесь все обсудили и он уехал провожаемый молитвами да благословить его господь а виталий то у меня был два года назад его выгнал оттуда виталия то выгнал и из-за потеряевки который ролик этот сделал то ваш племянник он не племянник он ко мне не относится он не племянник виталий это не и коленников приехал он жене задолжал 300 тысяч алиментами вот и он работать и не разбежится я вас сильно пробирал за это дело и вижу что он там где-то возникает предупредил а он опять своего лечит я его выгнал сегодня ночью ты должен уехать но проходит год он нигде против не выступил ролики смотрят и получилось что опять приехал приехал уже по-другому и вот теперь он стал помогать и везде все и я наша знакомая одна на и католичка ее звать юрма в испании она уже несколько раз сильно помогала и чтобы наш не погиб канал она вызвала тысячу евро тысячу евро чтобы пересняли и к ней повезли и мы думаем с италием все это отправить уже заканчивается все и она помогала и для тогда уже лагеря не было где-то и они увидели что это такое положение его пригласили на заработки в испанию и он сейчас оформляет документы виталий а что у вас нет работы что надо в испании ехать надо такой работы нету как он какая его работа то такой работы нету деньги ему нужны деньги а там он заработает ему уверены что эти деньги пойдут его с детям уже все вопрос решены пищать моя стоит я сказал ему она не дает свидание с тобой с ним дает не надо свидание тебя это еще не может дать успокойся а жена прелюбодейка а ты когда тебе ребенка нажил ты знал что она тебе не жена ты кто блудник и надо не намного выше статуса на один год только больше отлучается она и он успокоился кое-как и батюшка картошку копали мы его еще пробрали и он согласился ехать туда и груз смотри если ты три года будешь у тебя и деньги будут и ты рассчитаешься рассчитаешься ну не опасая не папа подумайте игнатий технович как бы он там не нашел испанку и нет я в этом даже думаю нету 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 он у меня был он проквашенный закваской нашей уже все это нет даже у меня порошинки на это нету даже оставайся один жена живая венчался она теперь законная не имеет значения трудись один а если встретит жена живая вот так тебя пришпилит сразу ты нарушитель будешь при живой жене если она вы при живом уже выйдет назовется прелюбодейкой и ты прелюбодей будешь тебе это надо перестать а это за горится за пять минут будешь в 20 лет у работы зачем тебе это нужно ты с прежним растер а разойдись как следует но я вот тут хороший урок преподал я помню вы его не могли найти спать хотел спать любил спрятался на сеновале у батюшки где-то но ему попало но и он выдержал все выдержал и у когда уехал сейчас и помогает и везде у него все надо он всем говорит я такой урок прошел какая польза а вот другой был роман которого выселили то тот все не найдет погано и все на меня через забор перекидывает до чего бы не нашел против меня он сразу то скидывает искать вот смотри какой ты есть а что он нас всех обманывал говорил осень я поеду в украину я оформлять чтобы получить статус и прочего он обманывал теперь паспорт не надо сжигает он изменился не мы вот хороший работник помогал и и все но еще видела как вы пошли с ним прощаться в тюрьму до как это ваше свидание и в ответ на это все таки он не успокаивается не успокаивается нет там там задействованы большие силы девальские они там ему писали мы уже рядом в чина ты давай тут на подмогу идут с другой стороны и он на полном серьезе воспринимает там шабаш нечистой силы был ну все господь позволяет все испытать нашей вины никакой нету и когда собрание было по относительно его и он там батюшки вы мне не указывать вас стал против но естественно мы обязаны сказать власти приезжают спрашивать кто такой а мы не можем еще ответить он пошел против устава он пошел против мнения все все обманул что поедет оформлять и не поехал он сыграл на вашем доверии да такая доверчивость да это самое главное ваша сила что вы не проверяя ни документов ничего взяли его в свою семью просто понимаешь сестра он приехал в лагерь а мы в лагерь полностью лагерь ликвидирован где документы там надо искать в архивах то а здесь деревне то лена просмотрелась секретарь она просмотрела у нас все тщательно документы проверяются всегда это один человек такой был только он записан был паспорт а тут я паспорт не даю никому вы надо мной никто но никто значит набил войну вышел на трубу на тропу войны мы приняли этот вызов его вымело как и все на этом кончилось это вам господь вечно подсылает такое для вашего укрепления до иначе вы расслабитесь но уже такие раз облины а вот чтобы вы всегда были денной ночной вам это все посылает я мечела написал главное для вас это гражданство гражданство будет вы нашли то что искали и вот за одеть их заботиться вы нашли здесь все ребенок под присмотром он тогда на следующий год чтобы дети многое узнали но дальше это видно будет гражданство чтобы у вас было все узаконено согласно конституции российской федерации я вам высказал все это перед с переводами из яндекса что-то может неправильно переведено если вы говорили такие формальные фразы деловые все будет переведено я ему то же самое говорила но это пока дойдет у него пример то что этот самый уокер уже много 20 лет с лишним все без гражданства живет себе как перекати поле это нормально я не знаю не знаю как он приезжает насколько продляет и не знаю вот никита был и он все время у него продление отошло и гражданство он хаса так и не получил еще только через шесть лет скажется а он был пять лет а никите еще говорят пять лет теперь ему 30 лет никите ты в армию не возьмут он избежал быть рекрутом и оба убили в этом его хитрость поэтому он к вам примчался до 5 я это видела его тронуло мое стихотворение когда он там был если четверть века позади а ты еще не звонок и неярок еще не приготовил свой подарок то тебя подарка и не жди это не мое это я прочитал комсомольской правде когда в армии был у меня все это еще читал я все вспоминаю вот его это пришлось а вот иди на шахту на украине работает они шатайся молодой парень а он просит а я не пускаю но потом разрешил а когда уж приехал тут надо обиходить ничего себе обиходить сколько вы крови потеряли воспитывая его я говорила когда я вам сказала вот мол посмотрите этот эту беседу walker с этим с отцом смирновым и проанализируйте потому что вы блестящий аналитик аналитик вы вот на этих беседах вы же стали просто психологом блестящим вот по крупицам по крупицам вы разматывали этот клубок проблем в этом никите огромный клубок таких проблем он вам прикатил как снежный ком и вы все это раскручивали разматывали очищали его это же какое надо сумасшедшее терпение иметь терпение гигантское это уникальный вот я об этом говорила вам вот эти вам ваши видео беседы с ним когда вы его ругаете как он там лопаты даже не умеет копать и так далее и где он обманывает и схалпуривает и вообще вас не слышат и только из одних бесед с никитой можно сделать уникальный фильм для пособия для психологов учебные пособия уникальные как быть психологом к нам приезжали люди профессор психологии в лагерь и жили и они только вопрос прошли а где вы вот это взяли где учились я глянии где не учился у меня гуманитарного образования нету я практик практик я дал ребятишкам занятия вот тарать траву чтобы ветер имел движение и тогда сухие будут стены они из глины а подошли дети говорят а вот тимошка в стороне там где-то отдельно дали работу а он не работает он сидит я говорю тихо я потихоньку подошел а он букашку рассматривает я потихоньку назад говорю он работает может это биолог будет в другом в другом месте малину собираем для чтоб с молоком было ага кирилл перешел лесополосатым она метров пять и там отдельно берет январь берет ягодки то и в рот а в кружку не берет я потихоньку подкрался он ягодку берет святые боже 2 святые крепкие я потихоньку назад и говорю он берет он хороший берет понятно как это подход я говорю вот это я взял из японского стиля вот это из новой зеландии в лагере какие откуда взяли я не сам беру я просто беру люди это уже испытали я быстро узнаю что это самый правильный метод с ребенком в данном случае вот так поступать что означает это японская канзио в америка в америке меня возили поди по скаутским лагерям я видел их руководители я говорю я даже вы на территории не запустил когда увидел как они под американским флагом в постный день стоят вообще у нас это не положено вы совершенно вне политики на воскресенье мы вывешиваем наш флаг я говорю почему вы не поститесь ну у нас тут за смотрят за этого нам и строго соблюдали посты не положено растительное масло никто не получит то есть я имел что сказать этим результате все больные стали здоровыми да у меня больных не было вот привезли у ней спиной мозг и там нехорошая она бледная как бумага там куча этих таблеток я сказал я возьму при одном условии таблетки сейчас туалет выбросите и она уже у меня где-то через полмесяца играла в футбол девчонка я только на солнце не пускал и вот но надо просто смотреть и психологи то спрашивать меня где вы учились но скажите вот как вы поступите в данном ситуации показал это определенно сейчас двое ребятишек девчонку привезли учитель у меня в лагерь был наш член общины и у него в классе эта девчонка была но он узнал мать запилась а она с бабушкой живет и она девчонка ей 8 лет кажется она дует корову трехлитровую банку и выходит на трассу я машина туда-сюда барнаул новосибирск продать чтобы хлеб купить я любой может машину забрать никто и он и я привез в лагерь она вся обовшивленная но мы сразу ее в отдельную келью у нас свой раствор есть там как это выводить то уже увидели что у них и не один мальчик ее обозвал вшивая она заплакала и говорит а он меня такой назвал я сразу ударили в колокол тревога все знают тревога обидели человека унизили так вот ирина стоит рядом кто я назвал вшивой ну чё молчишь-то вылазь вылез мальчик с ее ростом ты говорил говорил так ищи вшей если не найдешь я тебя накажу он начал искать лагерь стоит нет ничего твои слова недействительное я тебя накажу он теперь жал со что сегодняшнего дня ты будешь все время играть сирой ты везде будешь за нее заступать все вы посмотрели какая была дружба не разлили везде что-то особое они это видели ну как вы могли данной ситуации разрулить приехал один у меня он военный следователь был и с баптистами связаны следователь кгб но и приехал с украины с ребятишками но посмотрел далеко ездить к вам надо свой лагерь образовывать ну и устав переписывает а потом смотрит у меня старая обрядка была старая уже женщина то и они с моим воспитателем столкнулись а воспитатель этот кандидат педагогических наук то и он как я внимательно наблюдал ну как вы теперь помирить это тем в одной палатке я сразу эту оставляю старообрядку а эту взял и пошел так тебе не трудно попросить прощения у нее докона и она виновата но вот маленький есть момент за который я не надо лукавить вот здесь ты могла не отвечать ты ответил ты в этом виновата а дальше уже куком покатился она у нее ни одного класса образования нет а у тебя кандидатская сейчас сравнивать то и ты верующая пришла была коммунисткой нельзя же так уперты быть сейчас независимо от меня подойдешь где-то выбери когда на улице будет это обними ее и подойди скажи прости сестра я поспешила с выводом то она с сыном приехала и все примирились а этот следователь то смотрит подошел ко мне никакого лагеря у нас не будет счет я бы никогда не разрулил их и все следователь военный военный следователь кгб и у него ума не хватает вы учились я нигде не учился я просто внимательно смотрю и применяю к себе я через все перепускаю пропускающие своих ребят а как бы я свой хребет с любовью с любовью но я могу сколько таких историй рассказывать но вы маленько сами приглядывайтесь мир должен быть в боге для бога от него а этот мир он ценит от пресса ребенок жалоба материться а ребенку 7 лет я сразу доказываю его так крапива у нас жгучая недвудобная жгучая такая завел его так я положил ну вторые нары это нары называют там это палатика кровать положил губами проведи он прощет все ты боишься боишься ведем а все весь лагерь болится в это время так алёша боится алёша боится вот он материться не боится а наказать губы которые язык боится смотрите я беру эту крапиву зубами рву и и бросаю а у меня губы волдырями ха 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 ребятишки алёша я не боюсь пошли я тогда кладу крапиву и он цель понимаешь надо войти в это положение ребенка ничего не будет это сейчас быстрее беги холодной водой она все прошло я его учу как загладить и больше ни разу не матерился а однажды было такое пошли в туалете увидали кусочек хлеба эта тревога была ударили в колокол пять раз эта тревога враги напали один раз ударит сбор два раза там мономолиту три раза все у нас разложен а тут тревога а какая тревога хлеб в туалете кто бросил никого нету так сегодня было работать не будем весь лагерь идете сейчас на север вон до туда там километр и там сидите один час дал часы ищите виновного беседуйте рожда рождайте новую мысль явились нету теперь на юг прямо идете на пир закупаемся сидите и ищите виновного среди вас и на все четыре стороны их до обеда послал а после этого пошел нас подполковник милиции был он середине был поднимал серену ему рассказал все он пришел и стал говорить как хлеб достается как среду поднимали как было трудно все кто сделал никого нет а я его уже высчитал а у него сестренка я ее отвел и говорю сейчас забыл как-то аня это для меня нюра нюра ты с алешей поговори отдельно чтобы он сознался это он сделал это он сделал я нас не поговорил он уперся ни в какую я тогда и говорю вы видели фильм иуда бедгур да вы помните когда пилат разговаривает с ним на тебя народ смотрит как на предводителя поэтому я вам передал привет от отца сенатора но если ты пойдешь против я сошел с креста свое с это с помоста я зайду туда я буду карающий рукой рима я сотру вас порошок поэтому сейчас ты должен решить я тогда вышел и говорю я все сказал сейчас я буду бить в ладоши если третий раз ударю и ты не выйдешь я тебя накажу и стал говорить как хлеб достается молимся хлебная насущная и кто сделал сразу перехожу выходе никого нет а он стоит до глазом не моргнет я снова добавляю какой хлеб как люди умирают каждый день умирает 70 тысяч людей в мире от голода и недоедания а у нас хлеб в туалете говорите кто это сделал выходите а у нас напекли пирожки из семечек зернышки перемолотая с медом там пальчики оближешь большие такие вот в тазы полная мы сейчас это все отдадим деревню и у нас будет хлеб подой корочки и так второй раз хлопнул нету третий раз я бы сейчас я как хлопну ладоши после этого признание не признается я буду наказывать он не вышел я тогда под алёша выйди вышел зачем 7 7 лет 7 лет я я говорю ты зачем это сделал а я не делал ну ты же в туалет бросил я не бросал я говорю напротив каждого стола стоит дежурный смотрит чтобы этого не было дежурная напротив каждого стола и у нас молча поднять один палец или два первое второе дадут добавка значит еще половина половина покажет у меня все рассчитано как ты мог вынести когда дежурные смотрят а я вот так вот за свитер положил в ребенок он не брал а за свитер положил а зачем ты взял не знаю но ты голодный был мы все наелись наелись а если наели сейчас добавка тебе плов все будет и так все что пироги напекли все берите на плечи несите в деревню отдайте у кого дети есть для лагерь остался без пирожков это урок был потрясающе трясло буквально один раз этот мальчик мальчик-то покаялся попросил пройти нет не просила и мне не надо я его нашел он этого и не знает главное что теперь выявлено все ему показано как было и голова и сестра над ним блюдет а сестра тоже что-то проверили нас но она ему когда нельзя было есть она для него взяла тут совместилась ее жалость и в то же время вопреки я разводился не знаю что я не уехали а она дочь священника и я ее не наказал напишет я всю зиму жду когда поедем чтобы рассчитаться горящих получить называется ребенка его позади со девочки по ногам до икры и она зиму страдал я гря не знаю как наказать тебя надо наказать и поощрить одновременно понимаешь как и когда спрашивает где вы учились нигде я просто сострадаю я им живу этим ребенком 45 лет ни одного повреждения ни одного больного ни одного отравленного это счета стоит 45 все это уникально все это конечно главное без собственного опыта отцовского вот в чем сила вот нельзя разговаривать легли спать даже шепотом это я взял от англии нарушивший тишину общежития два раза лишается общежития я от англичан это взял уйдут воспитатели слышат там разговаривают открыл дверь кто разговаривал они знают никто все одеваетесь восемь человек как бы вот в камере говорю в палатке не в палатке вата келья называется одевайтесь хорошо комаров много наказание два часа но да это много разделим на 4 по полчаса я их ставлю в разных местах что другу не видели в руки ему палочка это винтовка охраняйте лагерь и они стоят друг друга не видят как только успокоилась минут 10 прошло я их потихоньку снимаю с вахты и с ними вместе пошел степь рассказываю как сейчас кричит совенок что там есть как пшеница растет они это все расскажут так они готовы нарочно сделать нарушение чтобы и ему ночью ходили показывали приезжает психолог и они удивляются записывать не знает что это тысячи вариантов но я молюсь и на каждый вариант у меня свое решение должно быть адекватное называют адекватному никому одно правило железо именно так именно так вот он нарушитель в этом правиле с хлебом наказаны хлебом будете если он пришли говорят он раздевалка там и стоял большой парень тоже ну лет 14 полковников фамилия и пенал 2 дверь у раздевалки пенал так ты пенал пенал а почему дурю маясь дурю маясь я ему дал такую щурку задание пинать ногами туда а это метров 300 докатить до туда опять ногами пинать сюда привести чурку он напинался больше никогда не пинал девочка одна приехала родители как мы не знаем что сделать она ворует ворует у отца своровала полочку и накупила там целый ящик помады он еще не захлестал говорит но я смотрю девчонка действительно такая она пошла в туалет и бумажки наши спустила спустила другим-то нету а я сразу на этом захватили сейчас тоже не знаю как звать а настя что ли и допросили она я сделала зачем не знаю теперь слушай сколько там бумажек было примерно но она не знает но пачка я беру большую газету разрезают так потом еще вдвое еще еще вдвое еще и наконец вот такие бумажки посчитали 76 кажется бумажек там вот сейчас большая у нас тут каланча ты бы а я интересно в туалет бросала как они летят бумажки эти газетные бумажки теперь бросая ветер дует в крапиву и вот сколько бумажек к обеду ты не соберешь столько-то а двое наблюдает от работы оторвал чтобы они контроль надо не вели она бросает оттуда бумажки то лить вот смотри теперь тебе нравится смотри а тут вавилонская башня построена у нас а бумажки летят и в крапиву ей надо лезть и туда но это не кончилось теперь туалет заходить ты больше не будешь каждый раз лопатой тебя двое будут сопровождать отдельного за те строения за коровник то отдельно туалет для тебя и каждый раз лопату берут ее туда вдвоем введут копают и зарывают посмотрите еще методы успеха этот миссел то не знает еще еще с ребятишками то ты скажи это не просто уникальный единственный способ нигде этого нету а ко мне приезжают начальники руководители лагерей это с я сделаю так меня под суд отдадут так ты не будь этим лагерем образуй свой ко мне еще строже относятся почему же под суд у вас это все еще и и игровой способ да вы воспитываете ребенка через игру она бросает бумажки вниз это же игра потом их собирает там это тоже игра а что в крапиве это случайно а вот теперь она в обед пришла и стала считать и 10 нету 10 бумажек нету она это особое наказание она заранее осведомлено было она ищет их нету ветер где-то разнесся теперь она боится бумажку тронуть но я и даю теперь пойдешь там рядом лопухи медицинский лопушок рви вместо бумажки о боже мой это все надо в учебники это уникальные бесценные учебники психологии я каждый день с ними 45 лет недавно там было так один человек был но он важный такой с высшим образованием но не к на лагере еще был вот она лапкина нападаете она вы лагеря образуете я день разграть неделю там десять человек собрал я ума лишился с ними не знаю что делать в разные стороны а у меня ходят строим я знаю как они даже за руки лежатся второй должен быть не меньше чем два метра два метра чтобы не пинали друг друга и теперь если мы пошли за ягодами я говорю больше пяти метров не отставать они кучка идут а если ты отстал надо замерить сколько метров и за каждый метр я тебе горячий дам идут и один мальчишка такой расхлебанный дьяконский сынок а сам долговязый такой ну сашка и отстал я это стоп все остановились и он остановился вот давай мере теперь если больше трех шагов пять уже два горячих тебе а горячие это значит там такая с головками были голов они твердые такие называется идея идея я назвал идейное воспитание по задницу и он сашка этот как прыгнул тройным прыжком мы прямо до нас бутакахнули он чемпион и все расстояние покрыл это надо видеть был как он прыгнул стоял так приноравливаться как кошка потом как на пружинах и больше на шаг не отставал я сказал главное без пуражки без головного убора мальчик если вышел застан наш загорожены один горячий а вот это все забывал сейчас не забывает и он вышел вышел я его наказала пуражку теперь не дам я высоко стоп я на него так вот а раз и повесил на сучок а как я без пуражки а теперь доставай а я не умею и он я вам показал как ногами оплести как прижимать и он пополз в дверью повел столб гладкий достал сел и заплакал я еще заплакал а я и не знал что умею лазить заплакала от радости заплакал понимаешь нет вот в каждом вы всегда используете игровые моменты в общем уникальность через игру мы идем дорога дети даже на дороге собрать все стеколки все гвоздики все проволоки почему человек едет на мотоцикле на машине он не видеть не остановится а мы это закопаем возле дерева в сторонке в лесополосе после нас дорога абсолютно где-то чистая ничего нету я им все это объясняю и он понимает ты на машине едешь чтобы видели забота о людях а господь нас за это благословит мы пошли малину убрать десятину батюшки занести мы шли той дорогой пойдемте через батюшку а он нас благословит батюшка но пришли он не берет у него малина есть матушка агроном но мы пришли батюшка а тебя зависит а теперь мы стоим благослови нас дети понимают что такое десятина святая и что такое благословение пошел фермер наш староста деревне барабаш и у него там лучшим или что-то диск такого такого размера и у него потерялся на каком поле мы узнали весь лагерь взяли друг от друга на расстоянии допустим 10 метров 20 и пошли еще это засняли минутку подожди как раз говорю про барабаша он вот он пришел я попросил разуться хоть торопится иди сюда ну тогда я прекратил день добрый день добрый день я думал он меня как раз увидел думаю встречает теперь раз про барабаша рассказать опять видите совпадение это не совпадение это от бога мы о многом говорили а барабаша только начал рассказывать как он потерял этот диск как мы искали на поле и галя нашла галина александровна в лагере там и вот так подняла бежит и кричит нашла а мы к нему тогда сразу ты вот то-то то-то делаешь это об этом помоги диск ему продаем а дети все видят как хорошо но извините тогда не буду мешать вашей беседе я пойду все к надежде васильев пойдет обедать бумаги я главное сдал это игорь у него все друзья все друзья это поговорка ласковый теленок двух маток сосет очень это большая мудрость у него все друзья у него врагов никогда нету без него у меня голубей бы не было я только сейчас на тот не раньше я и говорил на что начинает говорить бог вот ну что убедилась о чем говорим и в этот момент не раньше не позже это действительно другой человек скажет что это совпадение за две недели раз приехал мог раньше или позже мы сейчас заканчиваем говорить и он в это время стучится когда я говорю как на поле он потерял диск и в это время стучится очень приятно что как бы все это по воле божьей ну да вот о чем я говорил юрий соболев то я же женой говорю сейчас включу и на том месте будет говорить это бог делает так это я его не видел и к месту все рассказываю и он в дверь в это время стучит а я вот он очень рада за все за очень рада за все ваши истории за вашу жизнь замечательную за таких людей которые вас окружают да у меня дядя говорил я не кто говорит но у меня друзья хорошие да я своих детей всегда как-то их воспитывала напоминала им послу поговорку русскую не имей 100 рублей а имей 100 друзей а то говорили раньше не имею 100 рублей а имей зятя как от жубей а вот жубей не взять это честь был хрущев а он редактор газеты известия был но так так мы сейчас расстаемся в наша встреча была которая в москве это тоже промысл божий запомните и вы на меня опять вышли это промысел божий очень надеюсь очень надеюсь даже у меня есть маленький документе я все мечтаю к вам добраться и каждый раз когда я приезжаю в москву и этот документе к собой привожу и вот может быть все таки и в этот раз привезу удастся встреча а что такое за документ подтверждающий наша большие давние знакомства это когда вы минуточку когда вы основали лагерь свой каком году что что в каком году лагерь свой основали когда в каком до 72 не 90 втором нет 72 деревня была закрытой последний житель уехал в это время мы уже влаги стали значит вот документ значит мы несколько раз москве встречались вы же приезжали сначала на арбат потом на горького потом в общем несколько раз я это прекрасно помню все эти встречи и даже когда мы уезжали вы приезжали вы были в москве и может быть в этот какой-то из приездов вы мне подарили газету вашу алтайскую газету местную со статьей и фотографией о вас где вы открываете этот стан лагерь на месте потеряевки и буквально в глазах у меня сейчас фотография палатки обычные палатки брезентовые я знаю молодежь алтая и писал черников александр тихонович эти его статья до слова уже нет устам помещена в этой книге так вот у меня это газета оригинальная газета сколько лет хранится документ документом вхожу приезжаю и у меня будет зеленый свет с этим документом руках тут я попутно хотел сказать вот интересно как бывает как-то через фотографа приезжает нам очень важный фотограф волобуев александр павлович у него международные какие-то конкурсы он завоеватель этих дипломов то и он с собой привез одного предпринимателя безрухов павел федорович а вот предприниматель небольшой ресторанчик как открытый у него на старом базаре то и он его привез потеряевку и вот наша визитка которая это он именно когда батюшка сходит в воду и крещение идет от нашего визита прекрасные фото прекрасные это как раз безрухов и в это время к нему приходит милиция это там милиция была еще проверяют как и он берет бутылку вино а там осадок а это не положено но тот то брал тоже на складе где-то и значит составляет акт штраф но и которая женщина с ним у милиционера записывает он другую комнату зашел и пока напишет он так по стенам и видит там грамота грамота выданная православным лагерем за подпись у лапкина и он к ему подошел и говорит а вы что лапкина знаете он говорит да а как там был фотографировали и что ему помогали там написано за помощь ну да чем помогали ну пряники там покупал сахару он зашел к этой которая запишет подожди пока не пиши а штраф то скажи ты где вино то брал там ты на будущее более не бери я тебя прощаю сейчас порви что написала то и что порвали и уничтожение он пришел мне рассказывает эта грамота которые я выписал там на пирсе ему павлу федорович это она его спасла в другом месте мою связи как все связано как связано моего племянника остановили племянник потеряю это ну где-то неправильно ехал то но ему вот деревня тут приезжают права не когда взял его у него что-то там было в руках или чё-то ты откуда такой он гадас потеряю ки подожди а у вас там лапкин такое заказать мой дядя дядя у него не оштрафовал ничего ладно езжай ты маленько то смотри куда едешь то так интересно главное а я там вел занятие во всей милиции во всех отделах городском и краевом у воды это сотни милиции все до одного меня знали и даже генерал это кажется говорил моя как милиция стала себя тише вести история то есть история чтобы так сказать все сплетено и во славу бога и подавать нас так их соединяет и связывает в одну огромную семью надеюсь все с богом сегодня расходимся да это мой ролик большой привет большой поклон пожалуйста я уже попутно спрашиваю спрашиваю вы никогда не против что я выставляю это все на пользу ну как хотите но да это мы хорошее дело говорили воспоминали может последний раз встречаемся но с богом и ну господи не теряйте не не оставляйте меня без надежды но я говорю как у бога вот мы не знаем божье условно да надеюсь надеюсь все таки встреча будет дай бог но мы все обсудили с богом с богом идите обедать передавайте поклоны ладно супруге счастье маленько сброшу может быть кое-что последние письма от стивена хорошо с удовольствием все хорошо ангел-хранитель до соблюдет вас до царствия своего